Это диплом Ломоносовского конкурса 2005 года. Тогда Федеральное государственное унитарное предприятие Котловское удостоилось областной премии за создание нового сорта лугового клевера. И именно тогда, 10 лет назад, началась работа над новым сортом азимой ржи. Азимая рожь в Архангельской области всегда возилась достаточно широко, но она используется в качестве зеленого корма для крупного рогатого скота. В связи с тем, что появились более новые эффективные культуры кормовые, азимая рожь на зеленый корм как бы отошла. И на сегодня, последние годы, азимой ржи в Архангельской области не было ни одного гектара. Камнем преткновения стали пентазаны. Их наличие в зерновой культуре вызывало проблемы при использовании азимой ржи в хлебопекарном производстве и кормлении скота. Проще говоря, усваиваемость была на низком уровне. Новый сорт берегиня отличается низким содержанием пентазанов при полноценном биохимическом составе. Эта азимая рожь стала, пожалуй, самым экономически выгодным и биологически полезным сортом севера страны. В 2014 году мы предложили в качестве производственного испытания данный сорт предприятию Вашской, это в Вельском районе. На сегодня они уже третий год его успешно используют. Посеяно у них в этом году было 90 гектар. Основные плюсы берегини. Низкая стоимость зерна при большей на 20% урожайности по сравнению с другими зерновыми культурами. Да и норма высева у берегини ниже на 30-40%. А ее безопасная доля в рационе крупного рогатого скота может достигать 100%. Доклад о своем новом сорте ржи котловские селекционеры представили в этом году на Ломоносовских чтениях в Архангельске. В конкурсе на 6 номинаций было заявлено 19 работ из самых разных отраслей. От медицины до искусства. Специалисты ФГУП Котловская взяли одну из премий. И после этой победы решились узнать, как их достижения будут оценены на уровне страны. В 2017 году мы подали заявку на участие с этим сортом в чемпионате сортов России Подмосковья. Возможно, на всероссийском чемпионате детища самой северной семеноводческой станции рожь берегини заинтересует не только животноводов, но и производителей муки. Так как мука из берегини соответствует первому классу качества, что является залогом отличной мучной продукции.